И сегодня же парламент принял новый кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Мажлисмены согласились с дополнениями сенаторов. В основном они связаны с поручением главы государства пересмотреть наказание медработников за врачебную ошибку. Депутаты предложили заменить уголовные наказания на административные штрафы. Кроме этого, казахстанцы теперь сами смогут решать, вакцинировать детей или нет. Вместе с тем, в новом кодексе ужесточено наказание за некачественную вакцину. Мы поговорили с директором Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнуром Нуртаевым. По его словам, все вакцины проходят жесткий отбор, прежде чем попасть на рынок. Каждая вакцина, которая планируется к ввозу в Республику Казахстан, в первую очередь проходит процесс регистрации. После того, как вакцина уже приезжает определенная партия в Республику Казахстан, она проходит также длительный достаточно такой процесс оценки безопасности и качества. Фармаконадзор также контролирует все обращения, так называемые заполненные желтой картой и передает после анализа, передает в комитет контроля. Мы также отправляем данные желтых карт сообщений в международный центр Упсала в городе, в Швейцарии, в городе Упсала, которые проводят такой мировой контроль за побочными действиями.